Дорогие друзья, мы знаем, с каким интересом вы ждете предстоящего сольного концерта Димаша в Алма-Аты. Ждать его осталось совсем недолго. Буквально в следующем месяце зрители снова встретятся вживую с волшебными вокальными техниками Димаша. А пока у нас есть прекрасная возможность узнать самое интересное о них из первых рок от преподавателя Димаша по джазовому вокалу Ирины Воловиковой. Обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите колокольчик. Этим вы очень поможете нам в развитии нашего канала. Дорогие друзья, меня зовут Воловикова Ирина Николаевна. Я преподаватель капитры искусства эстрады Казахского национального университета искусств. Сегодня мы с вами окунемся в удивительный мир джазовой музыки. Она всегда занимала особое место в музыкальной культуре. Дерзкая, богатая, страстная. Она всегда была уникальна своими импровизациями и неожиданностями. Необычная мелодика, метроритм, гармония, форма, фактура, тембр, техника исполнения все это впоследствии стало толчком для создания новых жанров популярной музыки в 20 веке. Сегодня мы с вами рассмотрим специфические особенности джазового вокала. Чем джазовый вокал отличается от классического? Какими приемами пользуются джазовые вокалисты в своем исполнении? Мы поговорим об особенностях джазового тембра, об особенностях джазовой фразировки, о прикосновении к звуку, о джазовом тембре. Я расскажу и покажу вам, что такое скет. Эти вопросы мы рассмотрим на примерах и упражнениях. Мы будем делать сравнения. И в конце урока я подведу итог. Итак, сейчас мы проведем сравнительный анализ классического вокала и джазового вокала. Я исполню песню «Саммертайм» американского композитора Джорджа Гершвина. Это песня из оперы «Опорги и бес», и вначале я спою эту песню в классической манере. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас вы услышите эту же песню, но только в джазовой манере. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 В классическом вокале голос должен звучать ровным по звучанию на всем диапазоне. В джазовом пении звук более открытый, приближенный к речи. Не обязательно сглаживать регистры. Мы можем иметь ярко выраженное грудное звучание, как бы проваленный грудной звук. Длинные ноты филируются, как вы уже слышали, и поются от кфорты к пиано. И вибрато делается не по всей ноте, а только в конце. Чтобы спеть таким образом, нужно обладать очень крепким дыханием и петь эту ноту на опоре. Вообще владение на пиано является высочайшим признаком мастерства вокалиста. Поэтому прежде чем овладеть этим приемом, вы должны точно знать, что вы владеете своими дыхательными мышцами. Прежде чем начать филировать звук, попробуйте спеть упражнение на слог «ма». И я сейчас покажу вам, как это делается. Когда вы научитесь петь вот такой ровный звук на одной ноте на слог «ма», вы можете добавлять динамические оттенки. Например, вы можете петь от пиано к форте, начать тихо и развить этот звук до форты. Можете сделать это наоборот, от форты к пиано. Таким образом, владея своим дыханием, вы сможете научиться искусству филировки звука. Вы заметили, что я исполнила в джазовой манере эту песню совершенно в другом ритме, совершенно в другом стиле. Этот стиль называется свинг. Джазовые вокалисты могут использовать различные стили для исполнения своих песен. Эту же песню я могу исполнить в басанове. Послушайте, как она прозвучит. Субтитры создавал DimaTorzok Это была музыка бразильского джаза. Это была басанова. Этот стиль используют музыканты, также джазовые, в своих песнях. Вы заметили, что в джазовой интерпретации «Саммертайма» я поменяла ритмический рисунок мелодии. Я спела не так, как написал композитор. Но менять этот рисунок вы сможете только тогда, когда вы хорошо выучите мелодию в оригинале. Сейчас я вам покажу, как мы можем научиться менять ритмические рисунки. И я вам покажу, что такое свинг, внутренний кач, как называют его джазовые вокалисты и музыканты. Я покажу вам упражнение, которое поможет освоить вам этот навык. Мы сейчас поем упражнение с альфеджио. Я спела ровными восьмыми нотами. Но сейчас я хочу изменить этот ритмический рисунок и спеть его пунктирным ритмом. Вот как он прозвучит. Но джазовый свинг, он не звучит пунктирным ритмом. Дело в том, что вот эти две восьмые ноты, которые идут на первую, вторую, третью, четвертые доли, они разбиваются на три восьмых ноты. То есть мы поем триолями. Получается так. Сейчас я поменяю слог на джазовый и спою на ДУ-ВА. Послушайте, как это прозвучит. Я пропущу среднюю восьмую нотку и спою только первую и третью. И послушайте, как это прозвучит. ДУ-ВА-ДУ-ВА-ДУ-ВА-ДУ-ВА-ДУ ДУ-ВА-ДУ-ВА-ДУ-ВА-ДУ Я могу поменять ритм. ДУ-ВА-ДУ-ВА-ДУ-ВА-ДУ ДУ-ВА-ДУ-ВА-ДУ-ВА-ДУ Таким образом, делая упражнение, вы научитесь менять ритм мелодии, которую написал композитор, и научитесь петь и свинговать внутри музыки, внутри вот этой ноты. Джазовая манера пения предполагает различную атаку звука. В своем исполнении я использовала различные приемы. Это была придыхательная атака. Я использовала сиплое пение, частичное несмыкание связок. Я использовала носовой призвук. Я где-то использовала даже хрипотцу. Мои ноты нижние проваливались очень глухо. И часто я использовала портамента. Это особенности джазового вокала. Но самая важная особенность джазового вокала – это импровизация. То есть изменение мелодии, которую написал композитор. Пение на фонемах – это скетовое пение, где вместо слов поются слоги. Сва-па-да-ба-ди-па-да-дэй. Это стало причиной формального отношения к тексту. И многие джазовые песни исполняются только на скет. Сейчас я вам покажу пример скета на песне «All of me». «Во-да-ба-ди-па-ди-па-фа». Субтитры создавал DimaTorzok Итак, подведем итог. Диапазон в джазовом вокале не имеет никакого значения. Четкой классификации голосов нет. Мы разделяем голоса на высокие и низкие. Желательно наличие оригинального и узнаваемого тембра. Манера пения открытая и очень свободная. Не культивируется сглаженность регистров. Напротив, контрастность звучания голоса в разных регистрах является дополнительной краской. Сложность джазового пения как раз-таки и заключается в необходимости очень часто менять технику звукообразования. Иногда даже в пределах одной фразы. Допустимы хрипотца, сипение, частичное несмыкание связок, горловое, носовое звучание, преувеличенное вибрато или отсутствие его. Применение фальцетной техники у мужчин и у женщин. Джазовый вокалист интерпретирует произведение как ему угодно и добивается не красоты звучания голоса, а стремлению добиться интересной джазовой фразировки, особой интонации, ритмики, свинга. То есть как можно ярче в своем выступлении передать все особенности джаза. Я вам всем желаю научиться использовать эти специфические особенности джазового вокала, потому что они значительно могут украсить ваше пение и поднять ваш исполнительский уровень. Я дошла в жизни с любым, я люблю тебя так, безумно. Субтитры создавал DimaTorzok Желаю вам удачи. Слушайте джаз. Исполняйте джаз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok